всем привет дорогие друзья с вами крымский влог я артем лавриненко очередная наша прогулка по городу герою севастополю и сегодня мы с вами примем участие в акции ночь музеев сегодня будем популяризировать наши севастопольские музеи мы сегодня посетим всего лишь несколько из них это музей черноморского флота и херсонес таврический но всего участие принимают в этой акции 7 музейных площадок я о них писал в telegram канале ссылка на который в описании под этим роликом друзья подписывайтесь там все самое интересное про крым и севастополь в общем те люди которые подписаны на меня те знают где и какие музеи сегодня работают ну что ж друзья приятной вам прогулки начинаем я сегодня не один друзья с нами сегодня вячеслав брилев вот сегодня пойдем вместе изучать севастопольские музеи мы находимся над и как над площадью екатерины вон она там стоит и напротив у нас музей черноморского флота ты кстати был музей черноморского флота вот слава не был я тоже не был друзьям и сегодня туда пойдем впервые как видите уже собралась небольшая толпа людей причем не так понял запускают группами вот видите сейчас группа пошла начала двигаться то что мы когда проезжали там тоже стояла группа потом поднялись сюда и потом смотрим несколько человек ну за какое-то время собралась толпа сейчас она опять туда заходит сейчас мы тоже пойдем вниз и наверно тоже будем ждать своей очереди так если вкратце что такое ночь музеев это международная акция приурочена к международному дню музеев во время которой можно смотреть музейные экспозиции ночью в эту ночь многие музеи открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра но в нашем случае музеи севастопольские работают еще до захода солнца основная цель акции показать ресурс возможности потенциал современных музеев и привлечь музей собственно молодежь все просто друзья впервые ночь музеев была проведена в берлине в 1997 году а в россии первым последователем стал красноярский музейный центр 2002 году они впервые предложили посетить музей ночью а в севастополе акция впервые прошла в 2011 году и с тех пор не прерывалась даже в карантин тогда акцию проводили онлайн и кстати мы уже не первый раз принимаем участие в этой акции по моему в 2021 году я снимал даже ролик есть на канале вы тогда ходили на херсонес и ездили на на константиновскую батарею так ну что я думаю достаточно истории давайте пойдем вниз займем очередь мы в екатерининском сквере на пути к зданию музея черноморского флота и площадь неразрывно связано с ним потому что официально музей был открыт 14 сентября 1869 года на улице екатерининской в доме одного из руководителей 1 обороны севастополя генерала эдуарда ивановича татлебина и занимал он пять комнат к сожалению на месте этого дома собственно и находится екатерининский сквер потому что дом не пережил великую отечественную войну а 28 июня 1892 года началось строительство нового здания и закончилась 5 октября 1895 года было завершено строительство по проекту академика александра мстиславовича кочитова и получилось вот такое красивое здание здание выполнено в типичном для города классическом стиле треугольный фронтон колонны строгая симметрия но в отличие от традиционных классических строений которые обычно лаконичные строгие и сдержанные это было украшено по фасаду чугунными декоративными элементами лепниной которые отсылают к военно-морской тематике знамена пушки носовые части кораблей крест цифрами 349 размещен над главным ходом музея это число дней первой обороны севастополя которая длилась с сентября 1854 года по август 1855 и как я понимаю одна из экспозиции в музее как раз таки и посвящена 1 обороне города севастополь прости ну а вот собственно очередь музей мы только что за ее заняли так понимаю пускают по несколько человек сейчас дождемся своей очереди и тоже пойдем в музей вячеслав стоит как порядочный человек только посмотрите на этот вход на этот холл посмотрите колонны лестница в центральный зал я так понимаю что это маяки ну и конечно убийцы адмирал владимир корнилов федор федорович ушаков павел степанович нахимов все главные герои обороны севастополя находятся здесь пока не зашли следующие люди друзья пройдемся немножечко по залам здесь портрет конечно же родоначальнику флота петру первому екатерина вторая книги потемкин генералисимус суворов александр васильевич мартира 1727 года здесь смотрите стоят макеты кораблей эскадры черноморского флота которая под командованием вице-адмирала павла степановича нахимова одержала победу над турецким флотом в синопском сражении в 1853 году кстати макеты кораблей вообще самое интересное посмотрите какой огромный фрегат владимир а это друзья вот это вообще вещь интересная это модель брига меркурий тот самый на котором александр казарский победил два турецких корабля в неравном бою и собственно на матросском бульваре стоит первый памятник в городе севастопия который сохранился до наших дней матросский бульвар вообще сейчас одна из самых притягательных точек в городе севастополя ну а также здесь много картин и кстати прошел еще один портрет портрет федора федоровича ушакова следующий зал посвящен первой обороне севастополя тихонько извините здесь нас сразу встречает бюст матроса кошки петра марковича также здесь стоит бюст павла степановича нахимова владимира корнилова там дальше истомина и пирогова знаменитого врача в честь которого названа первая городская больница а также вот эта огромная картина это бомбардировка севастополя англо-французскими войсками 5 октября 1854 года вообще бомбардировок было очень-очень много то есть тяги идем следующий зал плохо вот видно как-то свет как это неправильно здесь на ответе картину я практически не вижу даже что там нарисовано между прочим это рыбу видно севастополь с камчатского лютена так это выход уже наверх следующая экспозиция это времен великой октябрьской революции вот как раз крейсер очаков на котором было восстание ну а также здесь бюст петру петровичу шмидту фотография моряков революционеров обратите внимание на стены и колонны друзья причем мы находимся в каком-то полу цокольном помещении ну а это мимо образца 1912 года помните фильм адмирал вот там как раз ровно такие мины плавали на втором этаже в одном из залов проходит временная экспозиция посвященная 240-летию черноморского флота как вы помните 13 мая была это памятная дата и вот ровно в этот же день открылась эта экспозиция здесь как раз можно и изучить всю историю черноморского флота сейчас заходим в зал друзья посвященный великой отечественной войне великой отечественной войне села стополь сыграл важнейшую роль и оборонялся 240 город был практически разрушен здание которое дожили до нас еще с эпохи до военной всего лишь 6 процентов в городе я обратил большое внимание на то что в музее просто не хватает навигации вообще непонятно какой зал вот не говорят перед дверью там написано куда вы идете это что вернулся посмотрел ничего не написано заходишь зал и в принципе должен догадаться что этот зал посвящен великой отечественной войне наверху портреты героев зал таком в красном стиле на самом деле не очень весело мы в принципе как и события тех лет сверху посмотрите три самолета из всех экспонатов которые здесь находятся друзья мне больше всего понравился этот так я любитель фото и видеосъемки просто посмотрите какие фотографии военных лет красивый фото альбом очень надеюсь что большинство из этих ребят конечно же выжили прожили долгую и счастливую жизнь севастополь 29 октября 1941 года обратите внимание на эту картину она называется расплата херсонерский мыс в 12 мая 1944 года художник волков именно в этот день были добиты ну и собственно взяты в плен последние немецкие солдаты а это ту журка героя советского союза капитана первого ранга драхманова кстати вот не пишут имя и отчество вот здесь на бирке а как написано участника керченского эльтигенск керченской эльтигенской десантной операции за освобождение при дунайских стран посмотрите звезда героя советского союза орден ленина и здесь медали смотрите за взятие будапешта за взятие вена за взятие белграда полный набор и вот тоже посмотрите какая интересная и символическая для севастополя картина называется возвращение с кадры в 1944 году как раз после освобождения севастополя корабли черноморского флота возвращаются в севастопольскую бухту ну и мы наверно уже завершаем сегодня нашу прогулку по музею черноморского флота как видите желающих было сегодня много посетить если вы не посетили то вы в этом не виноваты друзья подписывайтесь на телеграм чтобы всегда быть в курсе вообще всех новостей я стараюсь транслировать что происходит в севастополе так во дворе музей есть еще уличная экспозиция здесь конечно же торпеды снаряды бомбы все в этой тематике слушайте ну так получилось я вообще освещаю ночь музеев так получилось что сделал вам небольшую экскурсию по музею черноморского флота я конечно же друзья сто процентов каких-то моментах наверное ошибаюсь поэтому вы сильно не злитесь поправляйте меня в комментариях я обязательно еще вернусь музей и обязательно здесь прогуляюсь гидом потому что конечно я сегодня зашел первый раз и как этот как маленький ребенок найти которого самостоятельно отправить гулять куда-то я ничего абсолютно не запомнил кроме нескольких вещей вот особенно картины мне понравились понравился фотоальбом и понравился макет корабля брига меркурий конечно же было интересно его увидеть вот именно так ну вот и весь двор мы прошли посмотрите как раз вот эти вот украшения друзья они тоже впечатляют на здании самого музея есть прям какие-то огромные вещи крылатая ракета сейчас узнаем что это крылатая ракета п-35 состоит на вооружении крупных надводных кораблей предназначена для нанесения ударов по морским и береговым целям дальность до 300 километров образца 1964 года вот такая она огромная так решили немножечко прогуляться по приморскому бульвара потому что там закат какой-то прям очень красивый сейчас будет так видели сколько на остановке людей очередь больше чем музей черноморского флота так ну и традиционно пройдемся по примбулю с левой стороны уже начались танцы а в центре друзья посмотрите какой шикарный вид а какой фонтан слушайте все расцвело сейчас вообще приморский просто в пике своего цветения одна из самых красивых одно из самых красивых мест всего стополя однозначно фонтанчик там прям красное зарево тепло лето друзья вообще так клево там солнце только спускается видимо из-за облака садрить какой оранжевый горизонт просто посмотрите на этот закат друзья просто фантастика сейчас выглянем отсюда на севастопольскую бухту так что было видно люди фотографируются традиционно для начала покажу вам памятник затопленным кораблям а потом посмотрим в сторону заката просто посмотрите на это количество людей собравшихся потанцевать я не мог пройти мимо вернулся специально друзья для того чтобы пойти поснимать и показать вам смотрите у кого ночь музеев а у кого просто танцы на приморском бульваре красота каждые выходные здесь танцы друзья может и каждую неделю кстати не знаю кто танцует напишите в комментарии возможно даже и каждый день друзья ну и куда же без традиционного севастопольского заката сегодня небо ярко-красное оно ровно такое же было несколько дней назад и на следующий день был дождь поэтому я очень надеюсь что завтра будет теплая погода потому что мы собрались в поход собрались в горы собрались на кушка я друзья поэтому ждите видео и очень надеюсь что погода завтра будет хорошая удивительно что на фоне молодежь поют песню перемен Виктора Цоя это молодые люди ориентировочно лет 14 до 16 и мне вообще удивительно что они знают эту песню ну вот такое минутное любование у нас друзья с красивым севастопольским закатом в общем я приехал друзья и даже не стал ехать до улицы древней потому что там скорее всего вообще негде припарковать автомобиль здесь по улице Ярошенко абсолютно забит каждый уголочек людей по традиции в Херсонесе много как и в прошлом как и в позапрошлом году уверен будет аншлаг просто толпы людей друзья вообще Херсонес Таврический самое популярное место на самом деле в ночь музея потому что я уже третий или второй раз здесь и все время все время просто толпы людей идут в этот прекрасный музей-заповетник ну а сейчас много людей идет обратно по той причине что как будто бы начинается небольшой дождь накрапывать очень надеюсь что это временное явление и скоро он закончится ну вот как я и говорил на Херсонесе аншлаг огромная очередь просто посмотрите мне кажется я тут наверное сейчас буду стоять и вот столько же еще сзади люди подходят и подходят я преодолел одну из самых больших очередей в своей жизни смотрите вот она тянется 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 и аж туда до верха вот смотрите вон там люди стоят сейчас попробую увеличить вот видите аж там в начале улицы Древней люди стоят ну что посмотрите вот как отлично ребята подготовились в Херсонесе они сделали навигацию где каждый человек который посещает это место может с легкостью разобраться что ему посетить античный театр с 19.30 до 23.20 будет работать зал античной экспозиции малый зал византийский дворик сейчас мы туда сходим смотровая площадка на свято-владимирского кафедрального собора только почему-то он не подсвечивается сегодня центральная аллея фотозона кафе 9 короче все работает античный театр пока там темно видимо готовятся ребята к выступлениям сейчас немножечко пройдемся по центральной аллее здесь всякие интерактивные экраны вот видите ребята листа для детей очень прикольная тема вообще обожаю один из самых подготовленных музеев и современных самое главное здесь максимально все понятно вот отлично отработана навигация по-современному никогда не заблудишься людей очень много как я говорил это одно из самых посещаемых мест вообще в ночь музеев традиционно здесь много людей традиционно люди просто любят это место даже не потому что это музей потому что здесь в целом приятно прогуляться здесь такая атмосфера и музея и парка и вечернего променада сейчас там идет небольшой концерт мы его буквально одним глазом посмотрим и пойдем дальше в византийский дворик мне тут интересно смотрите тут прям очереди какие-то давайте глянем что тут происходит да здесь проходят мастер-классы по ходу да эти ребята там что-то вяжут что-то делают с этой стороны тоже ну детки в основном участвовать ну я не мог не показать вам владимирский собор друзья одно из самых главных достопримечательностей севастополя наряду с памятником затопленным кораблям с владимирским собором на центральном холме друзья это тоже огромное произведение искусства очень жаль что конечно он не подсвечивается сегодня ну наверное из-за мер предосторожности ну вот полюбуйтесь такой красотой здесь какая-то театрализованная постановка проходит все побеждающий над землей он летит в небеса он за ним в душу льет золотое сияние свое и поет мое сердце от счастья поет верю я в любовь верю я в любовь ее голос все побеждающий он привет мне несет от нестешних высот в душу льет золотое сияние свое поет и поет и поет мое сердце от счастья поет подари мне порет подари небо сло а это очередь на византийскую экспозицию в византийском дворике в одном из самых красивых двориков херсонеса друзья здесь также работает фонтан кто-то выступает ну и конечно же самое красивое место это вот это здесь растет такой уникальный плющ сверху стоят вазы и вот это интересная лестница тут еще все подсвечивается так красиво скоро концерт по всей видимости будет будет кто-то выступать да там вон люди прям на лавочке сели короче приготовились ну и конечно же фонтан блин друзья ну здесь просто аншлажечек давно не видел столько людей всего в Стополе вот что делает ночь в музее в византийском дворике аншлаг здесь началось какое-то выступление с какой-то античной постановкой с балконов вы слышите по голосу как девочка поет в общем кучу людей собрало выступление скоро начнется выступление еще и в амфитеатре покажу его как там происходило все а вот столько людей собралось в амфитеатре и все ждут выступления выступление должно было начаться в 22.15 но уже 22.38 и пока даже и ничего не видно чтоб что-то планировалось люди уже кричат начинайте смотрите сколько людей здесь и это в принципе последнее выступление вообще по программе в Херсонесе я его к сожалению ждать уже не буду буду идти домой потому что завтра новое приключение завтра мы собрались в горы на кушка я поэтому нужны обязательно силы нужно выспаться как следует друзья смотрите я выхожу а очередь до сих пор стоит и она практически не стала меньше с того момента как я сюда заходил чуть чуть меньше я в шоке так ну что мне все понравилось музей Херсонес конечно же топ номер один по организации по всем моментам друзья это в принципе лучший музей и кто-то в телеграме написал что люди там ведутся на халяву на самом деле это не так еще раз повторяю это акция друзья которые готовятся готовятся актеры готовятся работники музея поэтому естественно люди должны прийти тем более все севастопольцы имеют бесплатный вход на территорию Херсонеса поэтому я не думаю что они пришли ради халявы это просто организованный праздник где можно отдохнуть семьей где можно прогуляться где можно просто качественно и интеллектуально отдохнуть вот такие дела в общем посещайте праздники посещайте все что организовывается городом потому что все это естественно делается для людей все с вами был Артем Лаврененко до новых встреч друзья пока 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 пока